Грызть ногти, обманывать, теребить волосы, ябедничать – всё это привычки. Психологи делят их на группы. Например, если ребёнок грызёт ногти, теребит пуговицу или накручивает на палец волосы – это привычки навязчивых состояний. Вызваны они обычно стрессом. Любым. Это могут быть и семейные причины, когда ребёнком всё время недовольны, когда темперамент родителей и детей не совпадает. Ребёнок капуша, а мама очень темпераментный человек, и мама всё время подгоняет ребёнка. Вначале психолог работает с родителями, устраняя причину стресса. Затем проводит расслабляющие тренинги с их отпрысками. И завершает борьбу с привычкой логопед. Среди этих детей только у одного есть вредная привычка что-то теребить или грызть ногти. Занятия по моторике не дают ручкам возможности этого делать, а сам ребёнок и не подозревает, что ему помогают. Этот пальчик в лес пошёл. Один раз ребёнок сознался в проступке. Родители его наказали. В следующий раз он подумает, прежде чем признаться, и постарается выкрутиться. Так и формируется привычка обманывать. Ребёнок должен быть всё время под контролем родителей. Они должны интересоваться его делами, они должны быть в курсе всех событий, которые с ними происходят. Тогда родители будут знать полностью жизнь своего ребёнка, и они смогут не допустить ситуации, что ему надо обманывать. И, конечно, за горькую правду не ругать своего детёныша. А вот малыш, который не чувствует себя полноценным, может заиметь привычку ябедничать, чувствовать себя лучше за счёт принижения других. Ябедничество надо пресекать. То есть хвалить ребёнка за то, что он пожаловался на кого-то, не стоит. Другое дело, когда ребёнок сообщает о ЧП. Кто-то вытащил из аквариума рыбку или играет спичками. О таких вещах рассказывать нужно. Но важно и взрослым определить для себя тонкую грань между важной информацией и ябедничеством. Екатерина Богдан, Игорь Антонов, Телемикс.